Привет, да, как мне Слава представил, меня сегодня зовут Ваня. Я занимаюсь аналитикой в Авито, в класс 3 Trust & Safety, в команде Trust & Safety. Мы занимаемся вопросами безопасности пользователей и доверия к площадке. И сегодня я расскажу про поиск точек роста продукта на примере избранных продавцов. По сути, я расскажу, как аналитика помогала масштабировать продукт, развивать его. Почему избранных продавцов? Потому что, собственно, этим продуктом я занимался целый год. И думаю, что у меня есть что рассказать. Давайте немножко про план. Сначала я расскажу немного, что же это такое за продукт. Поговорим о стартовых метриках, которые у нас были в самом начале. Расскажу о проекте рекомендации продавцов. После этого обсудим немножечко продуктовую воронку и как мы ее применяли. Затем некий анализ поведения пользователей. И, опять же, зачем это нужно. После этого расскажу про то, как мы смотрели сравнительную ценность внутри продукта. И после этого подведем некие итоги того, к чему же привели эти самые инициативы. Говоря об авито, ключевой ценностью на площадке является объявление. И для объявлений есть большое количество различных продуктов, инструментов. К примеру, замечательный инструмент «Избранное объявление». Допустим, вам нравится какое-то объявление, вы можете нажать на сердечко. И это объявление пойдет в раздел «Избранное». То есть к нему можно будет получить довольно-таки быстрый и легкий доступ. Но вот для продавцов это до определенного времени не работало. То есть если вам нравится какой-то продавец, вам нравится товар, который он выкладывает, чуть ли неистой возможностью как-то сохранить с ним связь, была возможность только добавить некую ссылку в браузере и сохранить ее. То есть кажется не очень юзер-френдли. Первоначально ровно за этим косяком и этой идеей создался продукт «Избранные продавцы». То есть мы запилили кнопочку «Подписаться» в профиле продавца, как можно видеть на картинке слева. И на картинке справа можно видеть, что в разделе «Избранное» во вкладке «Продавцы». После этого у вас появляются, собственно, те самые продавцы, на которых вы подписались. Весь продукт строится ровно на этом. Поговорим о метриках, которые мы ввели в самом начале. Первое — это мы посмотрели, сколько у нас, в принципе, подписчиков и продавцов в этом продукте. Второе — мы посмотрели на общее количество связей, то есть сколько всего подписок продавец-покупатель. Далее мы посмотрели на количество подписок и отписок заслуги, то есть некую динамическую метрику. Ну и чистый прирост, то есть подписки минус отписки. И последнее, что мы посмотрели, это количество активных пользователей продукта. Тут мы будем такими называть пользователей, которые заходят во вкладку, и при этом у них есть подписки. Поскольку если ты заходишь во вкладку, у тебя их нет, то ты получаешь просто белый экран, что как бы не сильно релевантно продукту. Но, как известно, не успели мы ввести метрики, как тут же получили первую проблему. Когда мы посмотрели на активных пользователей продукта и построили распределение по платформам, то мы увидели, что на платформах iOS, Web и Mobile Avita у нас распределение более-менее похоже на распределение реально пользователей на площадке. Но вот Android у нас очень сильно выделяется. И когда мы перебрали все продуктовые объяснения этому эффекту, мы все-таки решили дойти до разработчиков и узнать, в чем же на самом деле у нас проблема. Получили следующее. На картинке можно видеть, собственно, как выглядит экран избранного, точнее, маленькая часть этого экрана. Там есть три вкладки — объявление, поиски, продавцы. И проблема заключалась в том, что на Android, если пользователь заходит в раздел «Избранный» и, собственно, попадает в раздел «Объявление», у него асинхронно прогружаются еще две вкладки, а именно «Поиски и продавцы». Таким образом, на Android случилось следующее. Пользователь заходит, тут же прогружаются поиски и продавцы для бэка, и бэк отправляет событие, что поиски открылись и продавцы открылись. А поскольку логика метрики была завязана на бэковское событие, мы получили то самое корябое распределение. Собственно, после этого мы заменили логику с бэка на фронт и на будущее создали, в принципе, контрольные клиентские события для всех бэковских, чтобы такие проблемы у нас в дальнейшем не возникали. Соответственно, решив первую проблему, мы приступили к нашей первой инициативе. Она заключалась в рекомендациях продавцов, то есть рекомендация подписок на продавцов. Эта инициатива была сделана совместно с командой рекомендаций. Ребят, привет! Заключалась она в следующем. Мы поместили блок рекомендуемых продавцов во вкладку «Продавцы», собственно, о котором я уже не раз говорил, в самом низу после всех подписок, ну или вверху, если подписок нет ни одной. Для того, чтобы понять, как рекомендовать продавцов, было выбрано три довольно простых алгоритма. Первым был история контактов и добавления в избранное, то есть история действий. Мы просто смотрели, с кем пользователь контактировал и объявления каких продавцов добавлял, ранжировали их по количеству этих самых действий и таким образом рекомендовали. Второй полностью аналогичный для отзывов, то есть мы опять смотрим, что за отзывы, на каких продавцов, и также ранжируем. И третий, более сложный алгоритм так называемых соседей. Да, он подсвечен немножко потому, что он выиграл в этом тесте. Заключается он в том, что мы смотрим на подписки пользователей, которые подписаны на тех же продавцов, что и наш пользователь. Это тяжело воспринимается на слух, но, чтобы было понятно, я вот долго думал, как же это объяснить, и мне кажется, очень удобно на примере магазинов. Допустим, вы ходите в какой-то магазин, в него ходят какие-то другие люди, и они же ходят в какой-то третий магазин, точнее, второй магазин. И если вы не ходите в этот второй магазин, то мы рекомендуем вам в него ходить, потому что в него ходят те же люди, что и ходят в тот же магазин, что и вы. Вот как бы по такому принципу был создан этот алгоритм. Собственно, тесты прошли, мы получили 20% оффлифт по подпискам, что можно видеть на таком трендике графика. И, соответственно, приняли решение раскатить некое каскадное решение, поскольку охват алгоритмов разный, у соседей один, у истории другой, у отзывов третий, поэтому мы смотрим сначала на соседей, если ничего нет, смотрим на историю действия, если ничего нет, смотрим на отзывы. Итак, получаем финальную рекомендацию для продавца. И только мы раскатились, только начали жить новой жизнью с этим новым источником подписки, как получили следующую проблему, а именно проблему масштабирования. Слева можно посмотреть, как выглядит, собственно, это решение, про которое я уже рассказывал, алгоритма. То есть у нас есть подписчики, у них есть продавцы, у тех продавцов есть еще подписчики, и у этих подписчиков есть продавцы. Соответственно, чтобы нам получить все вот эти вот трехреберные пути, что мы делаем? На картинке справа, собственно, это можно увидеть. Мы берем все пары продавцов-покупателей, джойним их снова на все пары продавцов-покупателей, джойним их снова на продавцов-покупателей все пары, и после этого джойним четвертый раз, потому что нам нужно убедиться, что наш подписчик еще не подписан на этого продавца. Получаем 4 джойна, пары, всех пар друг на друга, и когда число этих пар заходит за миллион, то такие джойны ни к чему хорошему не приводят, кроме зла от ДВХ и недовольства. Какое зло от ДВХ? Конечно, недовольство. Было много всяких локальных решений, которые мы пытались провести, но в итоге придумали следующее. Мы поняли, что не обязательно знать, какой именно путь, важно знать, сколько их. Для этого мы взяли все пары продавцов, которые есть в продукте, посчитали количество общих подписчиков у них, и, собственно, для каждого пользователя, по каждому продавцу сложили количество путей до этого продавца. Таким образом, мы знаем сумму, но не знаем, какой именно путь. И финально сделали всего лишь один джойн, по которому посмотрели, подписан он или нет на этого продавца. Все очень просто. Разобравшись с этим проблемой, мы обнаружили, что в нашем продукте есть два достаточно слабых места. Первым из них было то, что мы увидели, что у нас конверсия из подписчиков тех, кто каждый день заходит во вкладку продавцы, то есть является активным пользователем, ставились всего 3%. Соответственно, встал вопрос, почему так мало. То есть, казалось бы, большое количество подписчиков, но очень маленький дал. Для того, чтобы на это посмотреть, мы посмотрели на такую последовательную конверсию в воронке продукта. Мы посмотрели, сколько из пользователей заходит, в принципе, на Авито на ежедневной основе, сколько из них заходит во вкладку, сколько из них, соответственно, просматривают объявления, и сколько уже из них делают контакт. И мы увидели, что на самом деле наши пользователи на Авито ходят, но во вкладку почему-то не заходит. То есть из тех, кто был на платформе, зашли всего 6% при наличии подписок. По всем остальным меткам проблем нет. Не нужно смотреть, что у контакта всего 3%. На самом деле, это очень хороший показатель, поскольку, в принципе, продукт, он не является неким таким целевым. То есть, когда, условно, пользователь идет в поиск, он знает, чего хочет. А когда он идет в продавцов, он скорее идет просто посмотреть, что нового появилось у продавца, на котором он подписан. То есть, у него нет конкретного запроса, как правило. Поэтому такая конверсия — это вполне себе оправданная нормальная конверсия. Соответственно, была проблема с тем, что пользователи заходят. Но до вкладки, к сожалению, не доходят. И было принято продуктовое решение. Мы запустили уведомление о новых объявлениях продавца в интерфейсе. Заключалось оно в том, что как только у продавца появляются новые объявления, во-первых, ему приходит пуш, что у продавца, на который подписан, появилось новое объявление. Во-вторых, в интерфейсе в разделе «Избранная» загоралась такая красная точка. И внутри его можно видеть, что во вкладке «Продавцы» также сгорелся эта точка. Собственно, провели тест. Получили оплив, да, у нас 130%. Это можно видеть по метрике, которую пометил таким коричневым цветом «user favorite sellers page open». То есть, по сути, пользователи, которые зашли на вкладку «Продавцы». И, более того, мы прокрасили все метрики, связанные с подписками и отписками. Тут, да, можно сразу заметить, что у нас подписки прокрасились на 100%, а подписки всего на 20%. На самом деле у нас подписок в порядок больше, чем отписок, поэтому 100% прокраса отписок все равно не перекрывают 20% прокраса отписок. И плюс надо понимать, что это достаточно локальное и короткое явление, поскольку просто подписчики отписались от каких-то мусорных подписок, которые им были не сильно, чтобы интересны. А тут пришло уведомление, они поняли, что им это не нужно, и просто грохнули их, по сути. Вот можно увидеть, как бы, опять на тренде графика «Вау» аплифт после того, как раскатили решение. И вторая проблема, которую мы увидели в продукте, это то, что у нас конверсия из захода во вкладку «Продавцы» подписку, собственно, через рекомендованных продавцов, о которых я рассказывал ранее, составляет всего 5%. Мы не знали, много это или мало, но все равно казалось, что как-то можно бы и побольше, скажем так. Как я говорил, мы поместили рекомендации продавцов в самые нескладки, то есть под всеми подписками. Почему мы это сделали? Потому что среди всех подписчиков медианое количество подписок было равно единице, а среднее, по-моему, чуть меньше двух. Поэтому показалось, что могло бы пойти не так. Подписок немного, поместим внизу. Но мы задались вопросом, а что если на разных этапах воронки продукта у нас распределение на самом деле разное? То есть что, если мы ошиблись? Мы посмотрели на распределение по количеству подписчиков на разных этапах, то есть мы посмотрели среди всех, среди тех, кто заходил на Авито, среди тех, кто заходил во вкладку или в Пуш, и среди тех, кто контактировал. И действительно убедились, что мы неправы. То есть, если можно видеть, что среди всех у нас действительно всего лишь 6% тех, у 5 и больше подписок, то среди тех, кто был на вкладке, таких целых 40%, то есть 7 раз больше. Таким образом, мы увидели, что у нас 40% пользователей заходят во вкладку, у них более 5 подписчиков, у них более 5 подписок, и, соответственно, они просто рекомендации эти не видят банально. Соответственно, тут же было подготовлено продуктовое решение, мы поместили рекомендации продавцов не в самом низу, а в случае, если у тебя больше 5 подписок, мы поместили между 3 и 4. Как можно видеть на графике, провели тест, снова прекрасно, снова прокрасили. Да, оплив небольшой на самом деле по подпискам, но если брать именно подписки из рекомендации из продавцов, то мы их увеличили на 20%, что довольно-таки неплохо. То есть мы убедились в том, что действительно можно бы и побольше. После того, как мы наконец-то решили все слабые места в продукте, мы задались вопросом, как масштабироваться дальше. Очевидно, что нам требовалась новая точка подписки. Чтобы понять, куда ее поместить, мы задались вопросом, а что же, собственно, делает пользователь для того, как подписаться. Сделали небольшое исследование, посмотрели и увидели следующее. Если на графике слева можно увидеть следующее, если посмотреть прямо-прямо перед подпиской, что делает пользователь, то он вполне себе очевидно смотрит объявления продавца, он может заходить в профиль, может заходить в поиск, может добавлять что-то в избранное. Если же мы конкретно фокусируемся на продавце, на котором, на том продавце, на которого была подписка, и чуть расширим интервал там с прямо-прямо перед подпиской до там нескольких дней, то увидим, что на самом деле до подписки большое число подписчиков добавляли объявление в избранное, контактировали и даже оставляли отзыв каждый 20-й. И если вторую половину данного вывода мы решили оставить на потом, поскольку это было немножко продуктово сложным, то мы задумались, если у нас 90% пользователей заходят на объявление и после этого подписываются в профиле, что если поместить кнопку подписки прямо на объявление. Почему нет? Дизайнер принес нам макеты, собственно, кнопка подписаться появилась на карточке объявления, это ровно тот самый кусочек, где информация продавцы, где можно перейти в профиль. Теперь прямо там можно было подписаться. Соответственно, провели тест и получили аплифт подписок на 37%. Здорово, снова можно на графике тренда посмотреть, как повлиял этот самый эксперимент, но вот в чем загвоздка. Дело в том, что на карточке товара очень мало информации о продавце, то есть буквально там просто один товар и его описание, больше ничего. И, соответственно, мы задались вопросом, а точно ли такая подписка вообще ценна? То есть зачем пользователю подписываются на продавца на карточке товара? Он же ничего о нем, по сути, не знает. И тут мы задались вторым вопросом. Так мы вообще ничего про ценность подписок никогда в жизни не смотрели. То есть нас пользователи подписываются, мы смотрим на какие-то метрики, сколько подписок, сколько связей, сколько продавцов, сколько подписчиков, но хочется идти немножко в сторону, а зачем все это вообще происходит. Для этого мы взяли подписки, посмотрели, что происходит с ними в течение месяца, отрезав первые сутки. Почему мы отрезали первые сутки? Потому что спрос в первые сутки в продукте не очень интересен. Подписка — это все-таки некий долгоиграющий эффект. И если пользователь сразу после подписки что-то сделал, нам это не сильно интересно. Нам интересно, что будет, когда пройдет какое-то время, у него эта подписка есть, и что он будет делать дальше. Мы посмотрели на следующие метрики, как можно видеть на графиках. Мы посмотрели на то, как дальше он пользуется продуктом, то есть заходит во вкладку или в пуши, отписывается ли он или не отписывается от продавца, на которого подписался, подписывается ли он на кого-то еще и смотрит ли объявление. И тут мы увидели, что у нас действительно есть подписка, которая довольно-таки хорошая и значимая, это подписка с рекомендацией. Есть подписка, которая не сильно от нее отстает, это подписка с профиля продавца, но и есть подписка как бы с карточки, которая, на самом деле, по порядку величины тоже далеко не в нулях находится, и вполне себе с ними сравнима. То есть мы явно получили информацию о том, что пользователи, да, чуть похуже, чем с остальных источников, но, тем не менее, такой подпиской пользуются. Поскольку их довольно-таки много, убирать их смысла большого не было. И это привело к нашей следующей мысли, а что если, раз наша подписка действительно цена с карточки, что если на карточку поместить еще одну подписку, а именно рекомендации продавцов, тут нужно посмотреть на макет, который сейчас будет слева, и сделать небольшую ремарку. Дело в том, что у нас на карточке объявления под описанием объявления есть рекомендации объявления, то есть, грубо говоря, похожие объявления. И мы решили, что, опять же, с командой рекомендации, что если под этим блоком поместить еще один блок, а именно рекомендации продавцов, похожих на данного продавца. Сказано, сделано, соответственно, провели тест и получили оплифт, рост подписок аж на 45%. Снова можно посмотреть на график оплифтов. Собственно, первая стрелочка — это тестирование было, а вторая стрелочка — это уже раскатка. Таким образом, при помощи всех этих нехитрых продуктовых решений и небольшой аналитики мы получили следующее, что у нас за все это время количество подписчиков и продавцов каждое возросло в 6 раз, количество связей у нас возросло аж в 17 раз, чистый ежедневный прирост у нас возрос в 7 раз, количество активных пользователей продуктов в неделю, то есть вау, так называемый, у нас возрос в 9 раз, и, что, наверное, самое главное, то, что продукт затевался как некий аналог избранных объявлений, то есть чтобы можно было положить продавца в закладки. А в итоге мы получили полноценный новый стрим ликвидности для продавцов, то есть у нас появились реально продавцы с большим количеством подписчиков, и большую часть ликвидности, которую они получали, особенно в первый день, поскольку рассылаются пуши после того, как они что-то выкладывают, они стали получать этот продукт, то есть вспоминали реально полноценный стрим ликвидности. Вот, соответственно, вокруг этого у нас были ресерчи, касаемые счастья пользователей, которые подписывают, и счастья продавцов, то есть какую-то их ликвидность, но это тема уже для другого митапа, это немножко совсем уже другая история. Вот, а сейчас я просто поблагодарю вас, что вы за все это дослушали, и остается отвечу на ваши вопросы. Ваня, здорово, спасибо. Пока, значит, гости митапа собираются с мыслями и думают, что будет тебя спросить, я у тебя спрошу. Ты вот там вначале говорил, что вы как-то очень просто избавились от джойнов, когда вот этот был график с кружочками и с ромбиками, но, честно сказать, я не понял вот этот переход. Да, смотри, первое, что мы сделали, это взяли все пары продавец-покупатель и все пары продавец-покупатель, чтобы взять, чтобы у нас были, короче говоря, пары продавец-продавец, и посмотрели для каждого итого житого продавца, сколько у них соседей, то есть сколько у них общих подписчиков. Так, теперь ты знаешь, что у тебя есть, допустим, три подписки, и у этого продавца ты знаешь метрику до каждого другого продавца. И ты их просто можешь сложить в лоб. Почему ты их можешь сложить в лоб? Поскольку если среди них окажешься сам ты, то ты, получается, на него уже подписан, а эту ты отметешь вариацию. Окей. То есть ты просто суммируешь для каждого этого итого, его пути до жи, получаешь, что у тебя для твоего подписчика, для каждого житого продавца какое-то НКТ путей, ранжируешь по НК, получаешь список рекомендаций, не зная, что это за пути, зная просто их количество. Вот, я вот этот переход не особо понимаю. Ты знаешь их количество, но не знаешь пути, но на продукт это тебе надо порекомендовать каких-то конкретных... Мне не важно, каким образом подписчик связан с рекомендуемым продавцом. Мне не важно, что он связан через его третьего продавца и его седьмого покупателя. Мне важно знать, сколько таких... Все, все, улеглось. По сути, такой, простите за выражение, граф. Да. Так, и у нас уже есть вопросики. А какой экономический эффект для Авито принесла возможность подписок на продавцов? Вот, я ждал этот вопрос. На самом деле, да, это прекрасный вопрос. Спасибо большое. Хочу сказать следующий вопрос. Но на самом деле нет. На самом деле, да, мы действительно оценивали ликвидность. Как я говорил, действительно, мы выяснили то, что этот продукт уже приносит ликвидность. Но пока он не монетизируемый. Объясню почему. Дело в том, что когда речь идет о рекомендациях продавцов, о какой-то монетизации, все-таки для продавца неплохо бы сделать что-то еще, а именно какое-то визуальное представление его на Авито. То есть какой-то хороший профиль. То есть одно дело, когда у нас есть просто какие-то подписки, которые как-то сами все формируются, мы можем максимум какие-то рекомендации вводить платные. Другое дело, когда у продавца есть хороший профиль, с понятной информацией. И тогда, когда эта сущность становится реально важной, мы уже можем говорить, что мы можем тебе сделать хороший профиль, с хорошим описанием, с примерами работ, с сертификатами и так далее. Мы можем направлять на тебя трафик подписок, и тогда плати нам деньги, то есть как-то вставлять это в тарифы. Но пока у нас нет второго, собственно, чем мы сейчас занимаемся, это запускаем для услуг, точнее делаем, да, и запускаем для определенных вертикалей профиль. Вот как только это появится, мы можем уже говорить о какой-то экономической составляющей, какой-то монетизации продукта, если вопрос был об этом. Да, то есть это в планах. Да. Вопрос, честно говоря, я не очень понял, давай сейчас с тобой обсудим. Шардируется ли база, и работает ли ваш запрос, если база разбита на несколько шард? То есть я тут не понял, про какую базу речь, потому что это мы, наверное, делали на аналитической базе. Да. А вопрос, скорее всего, про нашу боевую. Да, туда мы с ней ходили, все это сделано на реплике. Вот как бы, да, как бы это не было стыдно, но оно работает, слава богу. Вот, над таким вопросом нет, не задумывались, и в принципе у нас, я так понимаю, что в боевую ходить довольно-таки опасно, дорого, и ай-яй-яй. То есть правильно я тебя понял, что мы в нашей аналитической базе, в вертике, посчитали, каких продавцам, каких там рекомендовать подписчиков, и там уже на следующий день это выводили в продукт, то есть некой задержкой. Все правильно, раз в сутки мы рассчитываем эти самые рекомендации, поскольку они, в силу алгоритмов, они не сильно меняются сутки от суток. На самом деле, если посмотреть на историю, то там, в принципе, вот эта вот самая база рекомендаций, она, ну, меняется на довольно-таки слава, поскольку рекомендации построены достаточно на долгосрочных эффектах. Поэтому раз в сутки достаточно ее рассчитывать, просто в виде витрины, и отдавать, собственно, уже на бой эти данные. Знаешь, какой у меня есть вопрос вот в целом про подписки на продавцов, да, вот, то есть я как пользователь Авито довольно часто подписываюсь на конкретные объявления, да, там, пока выбираю что-то, подписался на объявления, там, потом связаться с продавцом, что-то узнать. Были ли у вас какие-то UX-ы на тему, как бы, а почему народ подписывается на продавцов, и, как бы, что он там ждет, и что это за продавцы? Да, действительно, но на самом деле тут интересно то, что у нас планировались UX-ы, которые мы получили из ресерча, про которые я не рассказывал, уже с конкретными вопросами, но у нас были первоначальные UX-ы, то есть зачем вообще это нужно, и UX-ы буквально на развитии, на начальном развитии продукта. И у нас, да, есть четкая, причем у нас были UX-ы как подписчиков, так я присутствовал на UX-е у продавцов, то есть как вы это ощущаете? Очень интересно то, что продавцы это ощущают, как, елки-палки, у меня 50 подписок, у меня там ликвидность, наверное, из-за этого поперла, то есть я там что-то продаю, мне кажется, все это благодаря этому. Когда мы смотрим реальный эффект, мы понимаем, что он копеечный, но продавец как бы чувствует, что на самом деле это сильно больше, чем на самом деле. Вот, а для подписчиков, соответственно, да, у нас есть прям четкие кластера, которые мы вполне понимаем. Дело в том, что история очень категориальная, она очень релевантна дженералу, вот, в котором, да, Слава работает. Это связано с коллекционированием, это очень связано со всякими шмотками, с детскими товарами, поскольку в детских товарах это вообще суперактуальная штука, когда ты точно знаешь, что вот у этой мамы ребенок старше твоего на полгода, она постоянно сливает вещи, и ты просто подписан, и тут же забираешь те самые вещи. И это внезапно суперактуально в джабах. То есть в работе выкладывается огромное количество вакансий, и я так понимаю, что там очень важна скорость реагирования, поскольку выкладывается много-много, выкладывается сейчас что-то интересное, и пользователь хочет как можно раньше получить. Вот. Там есть альтернатива в виде сохраненного поиска, но подписка прям сразу пользователь выкладывает, через несколько минут он приходит, новое объявление. Вот, и тот тут же узнает. Спасибо. Ну, естественно, кластеров сильно больше, я тебе сказал просто какие-то примеры. Ну, понятно, да. В личный кабинет я вижу чужие объявления, и при обновлении страницы вижу уже другие чужие объявления. Это очень интересный кейс. Присылайте ваш юзер-ид, мы обязательно его рассмотрим. Но если серьезно, я так понимаю, спрашивающий нас человек заходит в профиль продавца, а не в личный, ну, в смысле, в чужой профиль, я так понимаю, вот, видит объявление, и, возможно, при обновлении пользователь добавляет какие-то новые объявления, и он видит, собственно, обновленную версию, поскольку, насколько я помню, у нас в профиле все ранжируется по дате выдачи. Вот. Но, тем не менее, ты можешь, как бы, посмотреть оттуда все объявления, которые есть у продавцов, на которых ты подписан. Конечно, просто, просто, да, заходь. Либо ты можешь посмотреть, по-моему, даже это здесь есть, на самом деле, в самом начале, вот, пролистал. Вот, во-первых, у тебя есть сниппеты этих самых объявлений, то есть ты можешь скроллить влево-вправо, вот, как, допустим, активы Сбербанка, их можно просто скроллить и смотреть. Они также отсортированы в зависимости от свежести объявления. Также можно просто перейти банально в профиль, как на картинке слева, и просто банально скроллить, как обычно в случае публичного профиля. Да. И при обновлении, видимо, просто выкладывается что-то новое, потому что про ранжирование, кроме как по дате выдачи, я ничего не знаю. Это очень интересно. Да, ну, то есть кажется, что вот оно должно работать так, если оно не так, то у вас какая-то техническая бага, и можно обратиться с ней в поддержку. Так, сейчас я еще быстренько пробегусь по чату. Ну, тут есть вопрос, что, значит, ежемесячное выставление стоит как цена этого шнура, но я думаю, это не тема доклада. Да. Так, и еще есть вопрос. Авитоаналитикс — это сервис наподобие Google AdWords. Тут, наверное, какое-то недопонимание, могли бы уточнить, что имеется в виду. У нас нет отдельного сервиса Авитоаналитикс. То есть мы, как у нас в принципе устроена аналитика, да, мы логируем все события, которые делают наши пользователи там на бэкэнде или на фронтэнде, и в приложении, и на десктопе, и на мобильной версии. И все это складываем в нашу большую аналитическую базу, да, и уже с этим работаем. Вот. Ну, то есть мы не называем это отдельно Авитоаналитикс, но вся аналитика у нас живет in-house. Да, все так. Так, ну за сим, кажется, все. Больше вопросов нету. Ваня? Здорово, я очень надеюсь, что кто-то хоть что-то понял. Всем большое спасибо, вот, хорошие вечера, хорошей недели, поскорее весны.